МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире 7 дней в студии Ильша Атаминов. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У одного из вагонов произошло ускорение. На данный момент устанавливаются причины произошедшего. Все эти аварии, которые были, говорят, что неквалифицированные кадры. Трамвай, аттракцион на колесах. Проблемы спустили на тормозах. И как решить накалившуюся ситуацию? Когда велосипедисты и самокатчики начнут массово погибать, тогда, возможно, у нас начнет появляться инфраструктура. Которая будет удобна для всех участников дорожного движения. Самокаты запрещать нельзя оставить. Транспортная революция или война людей и машин? Мне захотелось посмотреть на русскую культуру, и я поехал в Татарстан. Да, да. Почему бы и нет? Ходьба по солнцу. Неповторимый узор каравона. Говоря о тяжелой работе герой бессмертного романа Булгакова, мастер и Маргарита, кот-бегемот как-то воскликнул. Что рубить дрова? Я хотел бы служить кондуктором в трамвае. А уж хуже этой работы нет ничего на свете. И действительно, бесс, похоже, попутал казанские трамваи в последнее время. Они регулярно загораются, сходят с рельс, и вообще с ними творится что-то невероятное. Считавшийся когда-то самым надежным и безопасным транспорт превратился в опасный аттракцион на колесах. Эта неделя стартовала со страшного ДТП на Сибирском тракте. Авария случилась возле железнодорожной платформы «Компрессорный». Один трамвай на скорости догнал другой, и от столкновения оба состава сошли с рельс. Пострадали 4 человека – водители и кондуктора. 50-летнему мужчине, водителю второго трамвая, ампутировали ногу. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительной версии, вагоновожатый одного из трамваев не выбрал безопасную дистанцию. Однако очевидцы и эксперты считают иначе. Все дело в технической неисправности. Ведь такое уже было. И не раз. Буквально за день до аварии у другого казанского трамвая отказали тормоза. Пассажиры в панике выпрыгивали из салона на ходу. Прямо как в фильме «Скорость». Вот посмотрите, как это выглядело. Кошмар просто. Казанский трамвай стал уже мемом в интернете. Его активно обсуждают в сетях. Популярность зашкаливает настолько, что в продаже появились сувенирные кружки питерского производства с рисунком горящего трамвая и надписью «Казанский трамвай разогрей твой чай». Смешно всем, кроме пассажиров, кондукторов и вагоновожатых. Если серьезно, ситуация накалилась настолько, что уже не до шуток. Диляра Юсупова разбиралась в проблеме, о которой все знают. От того, что он уже просто проржавел, там уже появился дыр. Ты на них ездишь, извините меня, как на деревянном стуле, и вот так вот трясет постоянно. 17 мая рано утром два трамвая встретились друг с другом на Сибирском тракте. Расстояние между составами сначала было позволительным, но в какой-то момент один из них стал неуправляем. В результате столкновения оба транспорта сошлись с рельсов. Пассажиров в салоне не было, но пострадали четыре человека. Оба водителя и два кондуктора. Это уже не первый случай в этом трамвайном депо. Вагоновожатый здесь ничего не сможет сделать. Это электроника. Один из пострадавших водителей получил тяжелые травмы. В больнице ему пришлось ампутировать ногу. Удар был такой силы, что у одного из трамваев полностью выбило заднее стекло. На кадрах последствия серьезного ДТП. Вокруг очевидцы и спасательные службы. Но нет тех, кто должен был появиться первым – представители метроэлектротранса. Его представители обнаружились лишь к полудню, но на вопрос отвечали весьма уклончиво. У одного из вагонов произошло ускорение. На данный момент трамваи оба находятся в депо. Устанавливаются причины произошедшего. Либо это технический фактор, либо это человеческий фактор. В следствии установило, что все же человеческий фактор. Водитель не соблюдал должную дистанцию. Однако с этим согласились не все. В особенности те, кто видел, как все происходило. Эта женщина проработала водителем трамвая более 10 лет. И считает, на этом участке дороги водитель сбиться не может. А вот техническая система – запросто. Запчастей таковых нет. Вагоны ломаются. Из этих вагонов берут запчасти, делают вагоны. А новых запчастей там вообще нет. Многие на свою зарплату, например, водитель хочет работать, они за свою зарплату покупают. О травматизме, казалось бы, новых трамваев знали все. И о том, что причина часто в технической неисправности тоже. Президент требовал заключить договор на техобслуживание с качественной и компетентной организацией. Пусть специалисты ГИБДД дадут, какая организация подходит. Ильсур Медшин называл происходящее позором и стыдом для города. Никто вечно не пришел, ни один из директоров, и депутаты госсовета в том числе. Или наведите порядок, или пусть на их место придут те, которые небезразличны. Бронзы не покрылись и в статую не превратились. Но трамваи продолжали гореть. По данным Комитета по транспорту, договор на техобслуживание у метроэлектротранса заключен с ООО «Станция контроля». Однако никакой фирмы с таким названием на территории Татарстана мы не нашли. Зато есть точно такая же, но внимание в Екатеринбурге. На наш звонок по номеру, указанному на сайте, нам подтвердили, что это действительно они. Правда, отвечать на вопросы не спешили. Но вы можете просто сказать, это ваша фирма обслуживает или нет? Трамваи в Казани, технический осмотр в Екатеринбурге. Или это все-таки не та компания техобслуживания? Вопросы так и остались без ответа. Как такое оказалось возможным? Где они базируются? Как проверяют транспорт? И проверяют ли вообще? Остается неясно. Непонятным и является и то, проверяли ли трамваи каждый день перед выходом на рейс. Как это положено делать по нормативу? Не проверяли, говорит депутат городской думы Алексей Серов. Ему до сих пор поступают жалобы от бывших и нынешних работников транспортного предприятия. Среди ключевых заявлений изношенность электрической системы, отсутствие технического контроля и специалистов, механиков и инженеров. 303 миллиона рублей в 2020 году Казанская городская дума выделила только по одной статье на компенсацию перевозки льготных категорий граждан. Я вот будучи депутатом даже не задавал этот вопрос, как это все рассчитано. Потому что я понимал, что эти деньги должны в первую очередь пойти на улучшение качества обслуживания населения, на снижение аварийности и так далее. Но по факту мы видим совершеннейшую бесхозяйственность. Одно дело это убыточное предприятие, которое сводит концы с концами, у которого там старый парк, у которого там убыточная экономика. Здесь все объективные условия для хорошей работы созданы. Может быть именно поэтому техника сдала назад, как в конце прошлой недели. За несколько дней до ДТП на компрессорном другой трамвай попятился и не смог остановиться. Отказали тормоза. Пассажиры в панике выпрыгивали из вагона на ходу. Еще больше испугался водитель, который почему-то не знал, где находится стоп-кран. Водитель не знал, что делать. Это было отчетливо слышно, что он кричал там другому водителю, что делать. Тот же водитель ему кричал в ответ, что нужно дернуть стоп-кран для того, чтобы трамвай остановился. Но водитель, судя по всему, не знал, где. Потому что мы уже откатились, наверное, метров на 50-100. Он начинал разгоняться. В салоне трамвая появилась паника. То есть все люди кричали о том, для того, чтобы он открыл нам двери. После чего двери он не открыл. Видимо, он тоже не знал, что у него есть такая кнопка. У кондуктора 17 тысяч. Можно все эти на 17 тысяч? Работы с 6 часов утра до 9 часов вечера. У водителя трамвая около 40 тысяч. Понятно, это бюджетное предприятие. Значит, сиди у кабинета Медшины. Проси выбивать деньги для своих сотрудников. Трамвай, метро – это ведь лицо нашего города. И действительно, самое занимательное, что известный сайт объявлений пестрит вакансиями от метроэлектротранса. Слесари, инженеры, электронщики. Пока все эти специалисты требуются, от водителей требуют поработать за себя и за того парня. Кадров не хватает. Мы не хотим работать. Мы не хотим работать. У нас это заменяли мигранты. Где-то этот вопрос заменяли. А сейчас их нету. Поэтому проблема с кадрами. Приходит человек, мы его завтра уже сажаем, и он идет. Может, я в чем-то ошибаюсь. Может быть, там чуть-чуть другое. Но все эти аварии, которые были, говорят о том, что неквалифицированные кадры. Как сделать трамвай безопасным? Вопрос с длинным списком ответов. Дело, конечно, не только в кадрах или новых вагонах. Закупка трамвая – самый простой процесс. Но в этом не будет смысла без ровных рельсов и технического сопровождения, считают эксперты. Мы должны ужесточать государственный надзор за трамвайным транспортом. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы слабо вкладываемся в трамвайные пути. Они вот у нас разболтаны, расшалтаны, давнишние уже. Я не могу сказать со времен Царя Гороха, но давние. Ну и провода, вот это вот отсюда и аварии. А тем временем в набережных Челнак в четверг снова задымился трамвай. Возгорания не произошло, люди не пострадали. В настоящее время на предприятии создана комиссия по выяснению причин. А в пятницу руководитель метроэлектротранса Асфан Галявов подал в отставку по собственной инициативе. Но проблемы остались. Решать их придется новому руководителю. В противном случае мы придем к городу без трамваев, как это уже происходит в Воронеже или Твери, где трамвайная система давно развалена. А если умирает трамвай, побеждают маршрутки, а вместе с ними город без воздуха и с очередями из пробок. Диляра Юсупова, Андрей Ключников, Роман Безменов. Семь дней. Я убежден, корень всех проблем с общественным транспортом в нашей республике, и в том числе и в столице, это хроническая убыточность городских перевозок и нехватка средств на поддержание технического состояния очень сложного подвижного состава. Замкнутый круг, повышать цены на билеты нельзя, возможности жителей исчерпаны. И у городской казны денег на дотации не хватает. Просто дьявольский круг получается. И никакой Аннушки, которая вечно разливает масло, не нужно. Все само горит синим пламенем. И на этом фоне мы наблюдаем транспортную революцию в наших городах. И вот перед вами движущая сила этой революции. Да, обыкновенный самокат. Они везде, на каждой улице, чуть ли не на каждом перекрестке. В транспортной сфере происходят тектонические изменения. И я говорю, заметьте, не про автомобильный каршеринг. Самокат можно носить в рюкзаке. Самокат можно оставлять, где придется. Теперь не нужно искать станции проката. А достаточно скачать приложение, которое покажет вам, где ближайшие двухколесные средства передвижения. Средства индивидуальной мобильности, самокаты, скутеры, сегвеи, моноколеса и другие механизмы индивидуального передвижения пришли на наши улицы. Они завоевывают популярность. И перед нами дилемма. Что со всем этим делать? Законодательство безнадежно опаздывает. И пока все соображают, пока медленно, со скрипом, двигаются шарики в голове государственной машины, появились первые жертвы. На этой неделе в набережной Челнах случилась трагедия. На пешеходном переходе была насмерть сбита девушка, которая пересекала его на самокате. Я повторяю, сбита насмерть. Это уже привело к тому, что в ГИБДД республики заявили о необходимости регулирования скорости самокатов и об остальных мерах, связанных с наведением порядка в этой сфере. Многие это только приветствуют, но самокаты плодятся в геометрической прогрессии и стали доставлять неудобства, похоже, всем. Они носятся по тротуарам, они неправильно ведут себя на дорогах. Я с ужасом наблюдаю, как великовозрастные идиоты мчатся по проезжей части на самокатах, поставив впереди маленьких детей. Без средств защиты, даже без шлемов. Что же делать? Запрещать – это самый простой и привычный нам путь. Создавать условия и четкие правила игры – это уже гораздо сложнее. Об этом Михаил Любимов. Други, гребите! Напрасно хулители, Мнят оскорбить нас своею гордыню. Наберег вскоре мы волн победители. Выйдем торжественно с нашей святынею. Верх над конечным возьмет бесконечное Верую в наше святое значение. Мы же возбудим течение встречное против течения. Алексей Толстой Революции делают романтики. И в любой войне побеждают люди, а не машины. Если вы не знали, то у нас война. Война людей и машин. И восстание машин подавит вот этот маленький герой. Или вот этот. Тут уж как кому нравится. Посмотрите, это люди из будущего. Они уже здесь. В нашем городе. Не смотрите на то, как они выглядят. Важно лишь то, как они думают. Этот транспорт ты платишь один раз. Все. Там больше ничего не надо. Его не надо заправлять бензином. Его не надо там платить никакие страховки. А здесь 8 тысяч проехал. Подшипники поменял. Дальше поехал. Все. С этим же аппаратом можно зайти абсолютно в любой магазин. Даже никто не заметит, что вы приехали на каком-то транспорте. Велосипед нужно с собой куда-то занести. Или пристегнуть. И бояться. А здесь вот очень удобно. Вот так ручку взял. Педали сложил. И ходишь как с чемоданом. Обычный чемодан на колесах. Менее обременительное во всех смыслах собственное транспортное средство, которое не просит бензина, круглосуточного хранения, налогов и бесконечного ремонта. Вот это и есть революция. Моноколесо как личный в собственности вид транспорта подойдет одним. Самокаты или велики, как транспортный прокат, на время другим. Это новая мобильность. Все, что вы сегодня уже видите на улицах, это перемены. Это четкий сигнал из будущего. Не обязательно владеть автомобилем. Скачали приложение, выбрали, что нравится, велосипед или самокат. Нашли ближайший, сели, поехали. Сегодня это 4-5 рублей минута. Но чем больше будет новой мобильности, тем больше будет новой лояльности. Вот тогда и грянет переворот. Нельзя просто так выйти и сказать, вы знаете, обратите внимание на эту часть улицы. То есть если мы с вами каждый день будем совершать свои корреспонденции транспортные на самокатах, на велосипедах, хоть пешком больше, тогда да, эта штука способна заставить создать инфраструктуру. Инфраструктуру, которая будет удобна для всех участников дорожного движения. Для пешеходов она будет удобна тем, что мы СИМы, то есть средства индивидуальной мобильности, мы их убираем на их резервацию, на их территорию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы всегда говорили, что они не только вело. Теперь это скорее СИМ-дорожки для всего, что медленнее машин, но быстрее пешеходов. Для тех, кто использует СИМы как вид транспорта, никаких дорожек в Казани нет и никакого сдвига в мышлении наших городских и надзорных служб мобильная революция не вызывает. Людей на самокатах и на всем остальном закон до последнего будет считать быстрыми пешеходами. Так и есть сегодня. А иначе это вызов нашему воображаемому порядку, нашей двухконтурной улично-дорожной сети. Это когда город поделен на улицы и дороги. Дороги – это отдельные инженерные сооружения, только для машин. Улицы для всех остальных. Убитые узкие тротуары, желательно подземные переходы, пешеходные, огороженные заборами вольеры, лоси на дорогу выбегать не должны. Все это будут защищать до последнего. Потому что это все позволяет городу охранять хотя бы нынешнюю смертность на дорогах меньше той, которую он заслуживает. Но падет и эта баррикада вдоль улиц. Это лишь вопрос времени. Тут получается дилемма. Либо мы создаем условия для пешеходов, самокатчиков, велосипедистов, либо мы их выталкиваем на дорожное полотно, где, соответственно, будут аварии, ДТП, смерти и скандалы. Все изменения происходят только, когда начинают люди погибать. Вот когда велосипедисты и самокатчики начнут массово погибать на пешеходных переходах, на дорогах, под колесами автомобилей, тогда, возможно, действительно у нас начнет появляться инфраструктура. Но пока, как известно, гром не грянет, ничего у нас не изменится. Первые капли будущего дождя уже пролились на улицу Ершова в Казани. Здесь появилась велодорожка. Но город, таким образом, с этими каплями сел скорее в лужу, потому что дорожка опять сделана за счет тротуаров. Никак не огорожена небезопасно, и люди никак не могут поделить пространство, но не привыкли. Нет, это абсолютно грубейшая ошибка проложить велодорожку по бывшему тротуару и думать, что она когда-то будет велодорожкой. Нет, на самом деле, эта территория пешеходов всегда и была, и всегда и останется. Здесь, да? Да, здесь как раз получается идеальное место. А ведь все можно сделать не за счет пешеходов, а вот тут, например. Без проблем влезет две полосы очень широкой велодорожки, которая уже будет отделена от проезжей части. Самое интересное, что мы все это уже много раз видели в Альметьевске, в том же самом. Все сделано именно так. У Альметьевска аномальная территория. Ха-ха, аномальная. Это да. О чем идет речь? В России есть единственный город, на примере которого можно показать это наглядно. Мы в Альметьевске, велосипедной столице страны. Это нисколько не преувеличение. Вот один, всего лишь один из примеров того, как здесь в Альметьевске прокладывают велодорожки. Дорожка сделана не за счет проезжей части, не за счет тротуара, а за счет вот этой зеленой зоны, за счет газона. Получается так, что велосипедисты никому не мешают, никто не мешает велосипедистам. То есть создается инфраструктура, которая вас вдохновляет на то, чтобы пользоваться велосипедом. Прокатных самокатов пока, пока в Альметьевске нет. Но именно здесь мы видим, что это не так уж важно, что там, самокаты, велики или еще что-то. Как раз в эти дни в городе начался новый прокатный велосезон. 300 новехоньких антивандальных велосипедов на 100 с лишним километров дорожек. Российский рекорд для таких городов. С каждым годом все больше людей на двух колесах. Дети на велике спокойно едут в школу, а значит и количество машин на улицах ползет вниз. Снижается и наоборот люди довольны становятся. Например, я вот очень рад, что мои дети могут безопасно передвигаться на велосипеде по всему городу. Эти оранжевые прокатные велосипеды стоят копейки. 15 рублей за полчаса. Но мало того, с проездным на все виды транспорта вы можете взять велосипед бесплатно дважды в день на полчаса. То есть бесплатный час в день у вас есть. За полчаса город здесь можно не торопясь пересечь вдоль и поперек или, скажем, доехать до ближайшего пригородного поселка. И, внимание, велосипед с этого года можно оставить где угодно. И взять, соответственно, тоже. Знакомо, правда? И никаких заборов, и никаких преград. И никаких ай-яй-яй, что будет. Зима? Ну и что? Дорожки чистят в первую очередь, как в Европе. Мы понимаем, что подобное не сможет позволить себе какой-нибудь Чистополь или Буинск. Но почему Казань плетется в хвосте прогресса? Мы не понимаем, почему в Казани не принимается решение, которое вообще ничего не будет стоить городскому бюджету. Или принимается половинчатое решение. Вот как сейчас я сюда приехал, по велодорожке. А куда она идет? На станцию метро Козья Слобода. И вот давайте посмотрим, есть ли на этой станции метро Козья Слобода велопарковки. Их здесь нет, и никогда их здесь не было. То есть никому не приходит в голову, что я приехал сюда для того, чтобы поехать дальше. То есть опять это отношение к этому виду транспорта, как к виду спорта, а не виду транспорта. Весь мех приходит к тому, чтобы обеспечивать связанность между таким вот транспортом последней меры, с средствами индивидуальной мобильности, и общественным транспортом. А у нас это все заменяется одним автомобилем. Сбрасывать со счетов, это, конечно, ну, это глупо. То есть глупо это игнорировать, потому что, да, действительно, это как стакан с водой. То есть вот ты в него наливаешь, ну, в конце концов просто перельется, и с этим нужно будет что-то делать. Средства индивидуальной мобильности, новая реальность, которой придется уступить дорогу. У нас, по сути, нет выбора, нет дилеммы, делать что-то или оставить все как есть. Нельзя оставлять как есть, это путь в никуда. У автомобильного века конец всегда одинаков, однажды город просто встанет. С пробками борется не строительством дорог и развязок, а именно поощрением передвижения по городу любым другим способом. Мы приспособились и к этому воображаемому порядку, и нам кажется, что лучше вообще ничего не трогать, иначе все рухнет. А где толпа велоактивистов? Мы их не видим. Где армия самокатчиков? Их вроде не так много. Зачем тогда? Ведь их мало, если спрос, будет ли? Но мы не ждали переплывающих казанку людей, чтобы приступить к строительству мостов в свое время. Сделайте хоть что-то новое, и вы увидите, как это необходимо. Людям, которые сидят на этой лавочке, она не кажется чем-то новым и прорывным. Она им подходит. Она вроде и должна тут быть. Но штука в том, что ее никогда тут не было. Это наша личная затея. Мы взяли обычную лавочку, привели ее в божеский живописный вид, и пожалуйста. Все просто. Поставьте лавочку, люди сядут. Проложите дорожку, люди поедут. Сделайте предложение, будет спрос. Не надо миллиардов, начните с малого. Революции делают романтики. Михаил Любимов, Роман Безменов и Андрей Ключников. Семь дней. За то время, пока идет наша программа, лента новостей принесла новые сообщения о дорожно-транспортных происшествиях с участием самокатчиков. В Казани девушка на самокате сбила полуторагодовалого ребенка. У малыша перелом ноги, сотрясение головного мозга. Виновница происшествия скрылась. Девушка, где ваша совесть? Солист Петербургского Мариинского театра не справился с управлением самоката. Упал, ударился головой и впал в кому. В Казани, на улице Баумана, молодой человек на самокате на высокой скорости налетел на бордюр. Он потерял равновесие, упал на тротуар и получил рассечение лба. Росгвардейцы оказали пострадавшему первую помощь. Хочу обратиться ко всем родителям и здравомыслящим людям. Самокат, развивающий скорость 20 км в час. Представляет смертельную опасность. И на нем опасно кататься без шлема и средств защиты суставов рук и ног. Дети могут стать инвалидами на всю жизнь из-за мимолетной шалости. Я понимаю, что мои слова это глаз вопиющего в пустыне. Но пришла пора говорить об этой проблеме во весь голос. И принимать меры к упорядочению пользования индивидуальными средствами передвижения. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. Мне захотелось посмотреть на русскую культуру, и я поехал в Татарстан. Да, да. Почему бы и нет. Ходьба по солнцу. Неповторимый узор каравона. В Ашхабаде Рустам Менихана встретился с президентом Туркменистана Грубангулы Бердым Ухамедовым. В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном составил 107 миллионов долларов. Основной экспорт – это наземный транспорт, колчуг, оборудование и механические устройства. С Туркменистаном плотно работает и КАМАЗ. В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. В Татарстан на неделю с рабочим визитом прибыла делегация из Узбекистана. В Казанском Кремле гостей принял Рустам Менихана, провел небольшую экскурсию по территории музея-заповедника. Гости изучили опыт республики по созданию и развитию общественных пространств, парковых зон и скверов. 19 мая в Республике День печати работников СМИ поздравил Фарид Мухамедшин. Освоение интерактивных форматов, поиск необычных ракурсов работы над контентом, многоканальное продвижение в цифре позволяет Татарстанским изданиям удерживать своих постоянных читателей и привлекать новых говорится в поздравлении председателя Госсовета Республики. Журналисту поздравил Эазгат Сафаров. Руководитель аппарата президента отметил, высокопрофессиональный, преданный своему делу журналистский корпус всегда был и остается надежной опорой республики в обеспечении ее динамично-социально-экономического роста, сохранении всего многообразия, историко-культурного наследия Татарстана, развития патриотизма, гражданственности, осознанности в обществе. Председатель Союза журналистов Татарстана Ишат Аминов также поздравил коллег. Мы отмечаем его, как обычно, на информационной передовой. Казалось, что пандемия отступила и жизнь входит в обычную колею, но в очередной раз корреспонденты первыми вместе со спецслужбами оказались около Казанской гимназии номер 175 и со слезами на глазах рассказывали о произошедшей трагедии и пропустили эту боль через свои сердца. Именно мы, журналисты, можем многое сделать для того, чтобы подобное не повторялось, говорится поздравлением. В день печати лучших профессий получили государственные награды. Фарид Мухамедшин отметил, республика один из лидеров страны по количеству СМИ, всего их почти 800. На встрече с председателем госсовета обсудили проблемные вопросы, среди них борьба с фейками и деструктивной информацией, а также развитие национальной прессы, технологическое оснащение редакции и подготовка кадров. Президент провел заседание комиссии по рассмотрению приоритетных проектов по цифровизации. Рустам Миниханов напомнил, цифровая трансформация – одна из пяти целей развития нашей страны до 2030 года. Рустам и Миниханову представили проекты по модернизации системы образования строительного комплекса организации детского летнего отдыха. Рустам Миниханов подписал указ о проведении Сабантуи в селах и райцентрах. Он состоится 12 и 13 июня, в набережных Челнах 19, в Казани – 26. Правительству совместно с муниципалитетами поручено обеспечить организацию праздника с соблюдением ограничительных мер. В Казани появится беспилотный метро от цифровой трансформации городского транспорта. Рустам Миниханов говорил на стратегической сессии «Трансмашхолдинга» одного из крупнейших в России производителей подвижного состава. Президент рассказал о перспективности сотрудничества, в том числе в части подготовки кадров. Рустам Миниханов 19 мая встретился с членом коллегии военно-промышленной комиссии России Вячеславом Шпортом, обсудили вопросы сотрудничества и дальнейшего развития промышленных предприятий Татарстана, задействованных в сфере ОПК. Рустам Миниханов провел встречу с председателем Ассоциации студенческих спортивных клубов России Еленой Исенбаевой, говорили о реализации совместного образовательного проекта, стажировках студенческих спортивных менеджеров и проведении в Казани спортфестивалей. Поездное заседание Президиума Совета Ассамблеи народов Татарстана прошло в Заинске, провел его Фарид Мухаммедшин. В год родного языка и народного единства он отметил, в Татарстане реализуется ряд целевых программ, в городах и районах республики открываются дома и центры дружбы народов, регулярно проводятся национальные праздники, работают школы и детские сады с русским, татарским, чувашским, марийским и дмуртским языком обучения. Руссам Миниханов поздравил татарстанца с днем официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Следующий год особый во многих отношениях для мусульман Татарстана, Среднего Поволжья и всей России. В соответствии с решением президента России будет широко отмечаться тысячестолетний юбилей принятия ислама в Волжской Булгарии, в праздновании которого приурочено множество мероприятий. Каждый из нас получит уникальную возможность стать участником этого исторического события, отметил президент. Фарид Мухаммедшин 21 мая провел выездное заседание в Бугульме, основная тема обсуждений предпринимательства на селе. Как отметил председатель Госсовета, есть проблемы со сбытом, доступом на площадки торговых сетей, землей, страхованием, субсидированием, обновлением техники. Эти вопросы поэтапно решаются с участием республиканских и федеральных структур. Мы продолжаем программу «Семь дней». В эту пятницу в Казани в режиме онлайн прошло итоговое совещание группы компаний «Таиф». Участие в нем принял президент Татарстана Рустам Миниханов. Новости о деятельности одной из крупнейших в России и в Татарстане инвестиционно-промышленной группы традиционно приковывают к себе пристальное внимание и прессы, и экспертов-экономистов, да и всего населения республики. Но в этом году интерес к мероприятию особый. Для тех, кто следит в том числе за выпусками нашей программы, не надо объяснять почему. Не так давно мы в деталях рассказали вам о сделке ВЕКО, об объединении нефтехимических активов группы «Таиф» и холдинга «Сибур». В эксклюзивном интервью программе «Семь дней» председатель правления Сибура Дмитрий Конов и председатель совета директоров «Таифа» Альберт Шагабудинов рассказали о том, какие плюсы принесет слияние двух самых крупных российских нефтехимических холдингов для экономики России и Татарстана. И все-таки, даже после такого подробного разбора вопросы остаются. Кроме того, «Таиф» — это не только нефтехимия и энергетика, это и нефтепереработка, строительство, поддержка спорта, крупнейшие проекты в самых разных направлениях. Каким был 2020 год для группы «Таиф»? Что осталось за кадром в вопросах объединения с «Сибуром»? Каковы перспективы реализации мегаамбициозной инвестиционной программы «Таифа»? Подробности в нашем следующем сюжете. Как ни цинично это звучит, но кризисы нам нужны, даже необходимы. Ведь без падений не будет роста. И эта пандемия, как глобальный вызов, стала по-настоящему серьезным испытанием для всей управленческой команды Татарстана, в том числе команды группы «Таиф», которая приняла, пожалуй, самый болезненный удар по экономике своих предприятий. Как озвучил в ходе совещания Рустам Миниханов, общие потери по республике составили почти 50 миллиардов рублей. Среди наиболее пострадавших отраслей нефтехимия, нефтепеработка, энергетика. 2020 самый трудный год для группы компаний «Таиф». Однако в этот критический момент «Казань-Орксинтез», «Нижнекамск», «Нефтехим», «Таиф-НК», энергетическая компания «ТГК-16» показали себя с самой лучшей стороны. «Таиф» не только не снизил темпов производства, но и продолжил реализацию амбициозной инвестиционной программы. Все это позволило его команде минимизировать потери в кризисном 2020-м, а по итогам первого квартала 2021-го показать стабильный рост показателей, как в «Нижнекамск», «Нефтехиму», так и «Казань-Орксинтезу». В целом по группе «Таиф» сальдированная выручка увеличилась на 36 миллиардов рублей и составила 206 миллиардов. Прибыль от продаж выросла более чем в 4 раза. С 5 миллиардов рублей в 2020-м до 23 миллиардов рублей за первые три месяца текущего года. Выросла и заработная плата работников предприятий группы «Таиф». Группа не только не сократила численность работников, но даже увеличила на 271 человека. При этом среднемесячный доход наших сотрудников составил 64 тысячи рублей, увеличившись на 6% относительно 2019-го года. Работа идет на созидание, на перспективу, чтобы вот это желание наше присутствовать на рынке, расширяться, производить больше продукции. Да, потеряли в финансовых показателях, но усилили материально-техническую базу. При этом инвестиционная программа ни на секунду не остановилась. Все эти запланированные проекты реализовались и начатые проекты успешно, активно исполнялись. И более того, то, что мы планировали, не стали мы откладывать и запустили в работу. Конечно, нельзя сказать, что корабль «Таифа» вовсе не заметил пандемийного шторма. О проблемах руководители ведущих нефтехимических предприятий доложили Рустаму Миниханову. Так, из-за недоотпуска сырья «Этана» на «Казань-Орксинтезе» в 2020-м произошло снижение объемов производства полиэтиленов. В чем причина, поинтересовался Рустам Миниханов. Главный инженер «Казань-Орксинтеза» Рафаэль Сафаров рассказал, это следствие падения добычи нефти, как результат низкая выработка «Этана», который производится из попутного нефтяного газа. Сейчас проблема, можно сказать, снята. Стабильные и полноценные поставки сырья с газоперерабатывающего завода от нефти возобновлены. А вот быстрого решения другой сырьевой проблемы пока не видно. Насущный вопрос низкого качества нефти, поставляемый на переработку на комплекс Тайфенка, озвучил Руслан Шагабуддинов. Это при том, что Тайфенка сегодня один из самых совершенных в технологическом плане нефтеперерабатывающих комплексов мира. Однако качество нефти настолько удручающее и по плотности, и по наличию серы, что даже создает риски для возникновения техногенных катастроф. Пока же на Тайфенка вынуждены снижать объемы переработки сырья, чтобы обеспечить более-менее надежную работу комплекса. Решение этого вопроса в мире есть. Значит, мы не первые, кто столкнулись с такой проблемой. Мы в Соединенных Штатах Америки с этим столкнулись в начале 2000-х годов. Применили соответствующие установки для получения так называемой синтетической нефти. С таким предложением мы выступили. Артам Галевич об этом упомянул. Работа такая ведется. Вопросы очень сложные, которые бы вы озвучили руководство республики, правительство. Лично я, значит, совместно с вами готов бороться за каждую позицию, чтобы обеспечить конкурентность наших компаний. Соглашение подписывают председатель Совета директоров АО «Таиф» Альберт Кожахович Шибугутинов, председатель правления и член Совета директоров АО «Сибурхолдинг» Дмитрий Владимирович Конов. Эта поддержка «Таифу» сейчас нужна как никогда. Подписание исторического соглашения об объединении с «Сибуром» ознаменовало новую веху в развитии нашей компании. Об обоюдной выгоде в ходе совещания еще раз напомнил президент Татарстана Рустам Мениханов. И дело не только в том, что после объединения активов «Таифа» и «Сибура» на глобальном нефтегазохимическом поле появился новый топ-игрок, уже вошедший в первую пятерку мировых компаний. Эффект от объединения, как говорят специалисты, синергетический, то есть многократно усиливающийся. Для Татарстана это новые доходы, ускоренная реализация инвестиционной программы «Таифа» стоимостью более полутора триллионов рублей, новые рабочие места, налоги. Размер налоговых платежей в бюджет республики к 2030 году может составить до 50 миллиардов рублей в год. Социальная направленность, она даже будет усиленно получать? Намного, намного, да. Сейчас надо наполнять все это дело, да. И, конечно, огромное количество рабочих мест. Любое рабочее место, которое мы создаем в нефтехимии, нефтепеработке, она дополнительно сразу создается. Это почти не менее 40 дополнительных рабочих мест у строителей, торговли, театры. Я даже не знаю, даже спортсменов дополнительно появляется. За 30 лет у группы «Таифа» инвестиции где-то более 20 миллиардов долларов. А тут за 10 лет 20 миллиардов долларов. Пожелание от президента Мениханова в это непростое время работать с удвоенной энергией и усилить дисциплину, активнее работать над вакцинацией работников предприятий группы «Таиф». Никуда ковид не ушел. Значит, ну берегите себя и берегите коллегу. Вопрос вакцинации на первом месте стоит. Тем более, значит, правительство, непосредственно Рустам Галевич, содействовали техническому обеспечению по вакцинам полностью. То есть вопроса в недостатке нет, значит, очередей нет, все планово. В этот же день состоялось заседание Совета директоров АО «Таиф», в котором также принял участие Рустам Мениханов. По предложению президента Татарстана, председателем Совета директоров Акционерного общества «Таиф» избран Альберт Шагабуддинов. Заместителем председателя вновь стал Рустам Сультеев. Также подтверждены полномочия генерального директора АО «Таиф» Руслана Шагабуддинова. Тимур Бехмурзин, Андрей Мохов и Андрей Ключников. Семь дней. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На выборы в Госдуму утвердит партийный съезд. В Татарстане, по сравнению с прошлыми выборами 2016 года, количество участников в праймерис увеличилось практически вдвое. Официально зарегистрированы 96 человек. Большая активность наблюдается, конечно же, в одномандатных округах. В среднем на участие в праймерис там заявились 8-10 человек. Есть округ, где 14 участников, отметил руководитель Татарстанского организационного комитета по проведению предварительного голосования Юрий Камалтынов. Практически половина из всех зарегистрированных кандидатов, участники предварительного голосования в нашей республике, это люди моложе 40 лет. Половина не являются членами Единой России. И мы продолжаем вас знакомить с потенциальными депутатами федерального парламента. Сегодня отправимся на берег Вятки, в Мамадыш. В Татарстане многие наверняка знают, через какой город республики проходит путь в Париж. В направлении цивилизации и движется этот город. Сами жители говорят, что в конце 20 века в городок их был, мягко сказать, не из передовых. Сегодня же есть чем гордиться. Те, кто всю жизнь отдал городу на Вятки, тоже стали чуть ближе к европейским увлечениям. Мамадыш был захолустьем, извините за выражение. Вы посмотрите сейчас, какой у нас совхоз. Пятиэтажные дома. Такая красота. Да, даже дома, которые были как катакомбы, отремонтировали так, что мы живем, как на седьмом небе. Спасибо, Анатолий Петрович, за ваше старание. У меня даже мурашки пошли по всему телу. Мне там неудобно. Прогулка по городу с главой района, конечно, была запланирована. Но вот эта встреча оказалась действительно случайной. И оказалось, знают старожилы, что глава планирует в Москву переехать. Но до Москвы еще все лето впереди. А пора эта для руководства районов жаркая во всех смыслах. Остались далеко в прошлом те времена, когда чуть ли не единственной заботой была посевная и борьба за урожай. К этому добавились и новые, причем не откуда-то сверху спущенные. А здесь, на месте, задуманные. Часто, говорят, так объезжаете район, владение. Каждый воскресенье я город объезжаю. У меня более времени достаточно. На стройках бываю. С людьми там встречаюсь, которые дома. Чуть-чуть подбадриваю их. Ну, да, говорят? Ну, люди ждут, наверное, да, уже? Бывает. Они заодно же какие-то вопросы задают. Прием граждан, как бы, не они ко мне идут, а я иду к ним. Это нормально ведь тоже? Обустроенные набережные мамадышцы радуются уже лет 10. Но строительные работы продолжаются. Анатолий Петрович, ну мы знаем, что Мамадышский район одним из первых построил такую благоустроенную набережную. И сейчас я понимаю, что продолжение идет, да? Опять же, одним из первых в районе, в республике. Да, это у нас мы тоже набережную построили первой в республике. Так мы его назвали первой набережной. А вот где мы сейчас находимся, это вот будет современный пляж. Вот будет два бассейна взрослый, детский бассейн с подогревом. Вот здесь банный комплекс, будет, значит, хамам, будет русская баня, будет там, значит, соляные баня. То есть это наш ответ, да, турецкий курорт. Да, да, вот, действительно, не нужно куда-то в Турцию ездить. Пожалуйста, такого пока еще в республике нет. Пока нет. И даже, может быть, среди родственных, значит, городов, наверное, может быть, даже это первый пока в России. Мы ведь должны не только работать, а должны создавать и условия для отдыха. Вот она у нас самым излюбленным местом для наших детей, для взрослых в том числе. Это как бы уже наша визитная карточка. Чтобы, значит, молодежь оставалась в районе, нужно обратить на три, значит, направления в первую очередь. Это жилищный вопрос. Это, значит, второе, достойные, значит, зарплаты, рабочие места. И третье, это вот сама среда жизни. Конечно же, не одними развлечениями на набережной извлекают молодежь. Около 700 детей в разных кружках занимаются в центре детского творчества. Здание, кстати, с непростой историей. Это вот бывшее здание райкома партии. И благодаря нашему президенту Рустаму Нургалевичу, значит, мы очень благодарны. Были выделены деньги в течение буквально, значит, несколько месяцев. И вот сделали вот такую красоту. Зайдемте посмотрим. Давайте тут можно не стыдно там, да, заходить. Здесь же планируют, как сделать город привлекательнее для его жителей и туристов, не забывая об известной татарстанцам поговорке. Мы Мамадыш Париж. И у нас, когда вот чуть выше поднимаетесь, у нас есть там как эфелевая башня, аналог. И на ней мы как-то хотели сделать, ну, как колесо. Она сама поднимается. Получается, у нас поднимаются два рычага, вот так, на 90 градусов. И вокруг свои осенья вращаются. И показано 360 градусов всю красоту Мамадыша. Будущие руководители тоже воспитываются здесь. Действующие власти помогают добровольные депутаты Детской районной думы. Она ровесник действующего состава Госдумы России. Наше движение, оно довольно молодое. У нас, оно, получается, начало действовать с октября 2016 года. Мы являемся кураторами всех организаций, которые у нас есть, всех детских организаций, которые у нас есть в районе. Еще одно место, которым особенно гордится Анатолий Иванов, и которое постепенно становится местом притяжения туристов и паломников – Святая Чаша, родник в пригороде Мамадыша. Это редко такое в России место явления Николая Чудодворца. Здесь, вот на этом месте, нашли, значит, икону. И здесь шли паломники. Мы были в прошлом году в Италии. Вот, вот, наследница уже, как королей, значит, вот, бабушка, с 124 года, хочет передать мощи Николая Чудодворца, значит, нашему городу. У каждой иконы внутри своя история. Одна привезена из Италии, другая из Турции, третья из Израиля. И еще шире география потенциальных инвесторов промышленного парка «Вятка». Вот эта площадка – это будущее нашего города, будущее нашего района. Это, вот, строительство заводов, здесь строительство фабрик. Хочу поблагодарить нашего президента, профессионалу Нургалевичу. Это благодаря его поддержке, вот, построена была эта площадка. Здесь обрабатывают камень, делают пластиковые окна, закаленное стекло, стричь пленку, автомобильные зеркала для коммерческого транспорта. Это импортозамещение. Поставки будут идти на «Даймлер», «КамАЗ», «Вольво», «Калуга». Еще одна особенность района – глава сам родом отсюда и не уезжал никуда. Работал здесь с 78-го года и почти 20 лет уже в руководстве. За 80 лет я первый глава местной, который родился на этой молодежской земле. Как местной, мне вот двойнее, у меня была для меня двойная ответственность перед земляками, потому что я знаю, выйду на пенсию, мне нужно будет с ними жить. Встреча с потенциальными избирателями, причем не только в Мамадышевском районе, а по всей республике. Полезно знать, чем живут люди в других местах. Вот столько больше 20 лет вы здесь проработали, и сейчас вот вы участвуете в праймерис, то есть дальше будете участвовать, баллотироваться в Госдуму. Ну, понятно, что планируете победить, иначе смысла нет участвовать. Да вот за 20 лет столько всего сделано, вот не жалко все это оставлять. Вы знаете, это, во-первых, моя родина. Все эти годы мы трудились на совесть, так сказать. Сегодня я знаю вот много законов, которые нужно изменить, которые немедленно принять нужно, чтобы они работали на землях. А чтобы, значит, законно работали, депутаты должны быть от земли на местах, и вот которые принимают законы, они должны выезжать на места каждый год. Поработали 20 дней в Госдуме, 10 дней пускай будут на местах. Зуфар Давлечин, Андрей Мохов, 7 дней. На этой неделе «Валдай» открыли в Казани. Только не подумайте про меня ничего плохого. Я не перегрелся на солнце, и с географией у меня все в порядке. Дело в том, что «Валдай» — это такой авторитетный международный дискуссионный клуб, который был создан еще в 2004 году. Своим названием он обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. В 2014 клуб получил свою штаб-квартиру и начал работать как полноценный мозговой центр мирового уровня. На его заседаниях поднимаются, как правило, самые насущные вопросы и проблемы глобальной интеллектуальной повестки. В его работе принимают участие как известные политики, руководители государств, чиновники, министры, так и авторитетные эксперты, экономисты, политологи. 20 и 21 мая клуб провел два очень насыщенных дня в Казани. На площадке Национальной библиотеки Республики Татарстан прошла Центрально-Азиатская конференция клуба «Валдай» под названием «Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира. Совместный путь в будущее». Тимур Бекмурзин с подробностями. Мы всегда рады нашим гостям и говорим «Рахимит, добро пожаловать». Традиционное татарское гостеприимство, помноженное на красоту столицы республики, плюс удобное и комфортное общественное пространство, возможности для проведения различных мероприятий. Добавим сюда разнообразие и колорит культур, великолепную кухню, какие еще нужны доводы, чтобы выбрать в качестве места проведения конференции авторитетного международного дискуссионного клуба именно «Казань». Где еще в России найдешь такое место, с такой культурной программой форума, которая стартовала в Древнем Болгаре, где правители Волжской Булгарии приняли ислам, а завершилась в православном Свияжске. Об этой уникальной особенности нашей республики выстраивать уважительный диалог со всеми народами, сохранять и приумножать высокие нравственные ориентиры каждого этноса, говорил и президент Атарстана Рустам Минихана в своем приветственном слове. Республика, как и наша страна, многонациональная. Все ценное, выработанное тем или иным народом за длительный исторический период, становится частью общей культуры народов, которые живут в одном государстве и связаны тесными узами экономического, политического и культурного сотрудничества. Конференция «Валдай» в Казани – это 60 экспертов из 16 стран мира, это несколько насыщенных дней дискуссий, 6 сессий, переговоры, круглые столы, контакты. И площадка Национальной библиотеки Республики Татарстан – это оптимальное место для проведения такого рода мероприятий на самом высоком уровне, тем более, что сам объект находится в центре Казани, в одном из его красивейших и живописнейших мест. Почетно и символично, что, по сути, первое полноценное выездное заседание Валдайского клуба после той специфической эпохи, которую мы пережили, проходит в Казани. Известный политолог Федор Лукьянов вспомнил, что в Казани валдаевцы собирались и ранее, в 2007 году. Правда, тогда это был совсем другой город. Глядя на то, что произошло за 15 лет, я практически не узнаю город, до какой степени он преобразился. Здесь ощущается энергия и мысль. Вот это вот очень ценная вещь и, к сожалению, во многих местах дефицитная. Казани – такое очень удачное место для проведения такого важного форума. Я бы предложил, чтобы, если это будет возможность, чтобы ежегодно вальдайский клуб собирался именно в Казани. Я бы вообще предложил, чтобы это был такой, так можно его и назвать, казанский клуб. То есть казанский экспертный клуб, который бы позволил на регулярной основе проводить встречи экспертов с регионами Центральной Азии, с регионами России. Идея действительно заманчивая, тем более, что Казань давно закрепила за собой славу города, где удобно и почетно проводить статусные мероприятия. Политолог Александр Рар из Германии, впрочем, считает, что не стоит торопить события. Нам устраивает настолько большую радость, мы еще город посмотрим и окрестности. Я думаю, что мы сюда вернемся, нужно быть немножко солидарными тоже с другими регионами, как мне кажется. Вот я так считаю, потому что Валдай – это международная площадка, и она должна влиять, ну, как можно шире. В Казани Александр Рар далеко не в первый раз, но этот визит в Татарстан в период напряженных отношений России и Запада для него особенно важен. Я вам открою секрет, я так это немножко неофициально принял сегодня роль такого гонца, да, как на лошади скакали с письмами. Я передал вашему президенту просьбу немецких бизнесменов, которые говорят, что в то время, как дипломатия немножко так спит и не помогает, и мы не движемся вперед, нужно приезжать на общие экономические форумы и конгрессы. И я надеюсь, что делегация из Татарстана в этом году, во второй половине этого года посетит Берлин. По мнению ряда экспертов, именно Татарстан может стать самыми удобными и перспективными воротами для входа на рынок России как западных, так и восточных инвесторов. Традиционные теплые у нас отношения и с исламским миром, учитывая, что Рустам Мениханов является председателем группы стратегического ведения России и исламский мир. В постпандемийный период, когда экономики многих стран активно восстанавливаются, самое время эти связи укреплять и развивать. Тем более, что стресс-тест показал, этой теме была посвящена одна из сессий и конференций, что пандемия не только зло, но и как непарадоксально мотиватор к развитию. И речь не только об информационных онлайн-технологиях, но и, к примеру, о такой отрасли, как внутренний туризм. — Люди открыли для себя многие регионы, помимо минеральных вод Кавказа и юга, например, были открыты Алтай, Дальний Восток, Калининградская область, Татарстан, безусловно, тоже. И на самом деле я знаю, что Татарстан наращивал привлекательность для туристов еще задолго до пандемии. И здесь общее оживление внутреннего туризма, оно просто принесет дополнительных туристов и дополнительные доходы в республику, безусловно. — Когда летел на самолете, погода была хорошая, я видел, что в Татарстане вообще все очень аккуратно, все развивается, каких-то заброшенных земель нет, все либо аккуратно лез, либо распахано. Поэтому надо просто посмотреть, какие здесь еще предприятия должны быть, и чтобы каждое такое предприятие имело железнодорожный ввод. Вот это и будет развитие. Итогом конференции в Казани наверняка будут конкретные рекомендации по укреплению сотрудничества России и стран Центральной Азии. Ведь такое стратегическое партнерство в общих интересах. Тимур Бекморзин и Андрей Мохов. «Семь дней». На этой же неделе мне посчастливилось принять участие в двух очень интересных мероприятиях. Во вторник, 18 мая, в Актаныши состоялось совместное заседание Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Комитета Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Это была практически встреча на Эльбе, точнее, на реке Белой. О важности этого события говорит тот факт, что в заседании приняли участие руководители парламентов Башкортостана Константин Борисович Толкачев и Татарстана Фарид Хайрулович Мухамедшин. Главное, говорили не о том, что нас разъединяет, а о том, что объединяет. Обсуждение вопросов изучения и сохранения родных языков и национальной культуры показало, как много у нас общих проблем и как нам необходимо усилить общую позицию для защиты своих национальных интересов на федеральном уровне, особенно в сфере законодательства. Договорились синхронизировать свои действия и объединять усилия депутатов всех национальных республик России. И это уже очень хорошо. Более подробно я расскажу об этом совместном заседании в следующей программе. Просто мне еще нужно проанализировать и оценить полученную информацию. А в четверг я принял участие в не менее интересном мероприятии. В Муслимово прошла Всероссийская научно-практическая историко-краеведческая конференция «Муслимовский район и Восточный Татарстан. От прошлого к настоящему». Ее организовали истинные патриоты татарского народа. Глава Муслимовского района Рамиль Хамзович Мулин и начальник комитета по работе с татарскими краеведами из полкома Всемирного конгресса «Татар» Альберт Ахмеджанович Бурханов. Главная фишка этой конференции, что она проводилась и в Муслимовском районе Татарстана, и в Туймазинском районе Башкортостана. Ну просто молодцы! Я увидел огромное количество краеведов-энтузиастов татарского народа со всех уголков нашей страны. Половину багажника нашей редакционной машины заняли книги, в которых убедительно на основе фактов и исторических документов разоблачаются многие лженаучные теории о происхождении и развитии народов по Волжье. Повторю, лживые теории, которые в последнее время активно муссируются в общественно-политическом пространстве вокруг предстоящей переписи населения. Честно говоря, я порадовался тому, сколько у нас грамотных, талантливых и активных краеведов, которые покорили меня своей энергией и убежденностью. Меня поразили выступления Руслана Мусагутова из Уфы, Зьядина Назмуддинова с Кировской области, Нурмухаммеда Хусаинова из Белебея и многих других. И самое главное, я понял, что делают эти историки-краеведы. Они заполняют белые пятна нашего исторического самосознания. Помнится, что раньше в школах был даже такой обязательный предмет, как история Татарстана, история родного края. Этот предмет до сих пор еще изучается в некоторых учебных заведениях, особенно с родным языком обучения. Но в массовом порядке он прекратил свое существование. А мне кажется, что без знания истории своей республики, своего города, своего села, своей малой родины, причем истории максимально объективной и доказательной, невозможно представить будущее любого этноса. Пробелы в образовании, которые мы создаем своими руками, своим бездействием, откровенно говоря, становятся благодатной почвой для фальсификации, искажений фактов, грубого исторического мифотворчества. А это, как подчеркнул президент России Владимир Путин, уже может привести к весьма плачевным последствиям для любой нации. Об этом и многом другом говорили на этой неделе краеведы, собравшиеся со всей России в муслимовском районе. Подробности у Эльзиры Юзаевой. Древнее татарское кладбище в деревне Олощакмак муслимовского района входит в тройку исторических объектов района с наибольшим количеством древних надгробий, многие из которых датируются аж 14 веком нашей эры. Согласно исследованиям археологов, самый древний надгробный камень находится внутри вот этой рукотворной каменной конструкции. Местные жители говорят, что такой своеобразный мавзолей их предки возвели для того, чтобы сохранить могилу человека, которого в деревне еще при жизни называли святым. Это был местный мула по имени Абдулла Ишан Хазрет. Позже внутри этого, если так можно назвать саркофага, начали хранить самых уважаемых людей в деревне. Это религиозные деятели и учителей местного татарского мадресе. Так, благодаря вот этому небольшому деревенскому некрополю с его уникальной геральдикой и эпиграфикой была составлена и изучена история некогда большого села, где уже более 500 лет тому назад проживали татары. Татарский мадресе Татарский мадресе Малых рек рек река Ик. Ее протяженность свыше 500 километров. Она начинается где-то далеко. В Оренбургской области тонкой нитью проходит по востоку Татарстана и вливается в реку Кама. Именно берега реки Ик когда-то стали местом для оседлого образа жизни для многих народов, в том числе и для предков татар, которые мигрировали на эту территорию из Поволжья, Урала и Сибири. Восточные районы Татарстана и западные области Башкортостана это территория, которая имеет определяющее значение в истории татарского народа. Когда-то в глубокой древности она являлась контактной зоной. Именно здесь можно было увидеть переплетение множества народов, их обычаи, языка и культуры. По словам историков, сюда с севера стекались племена финно-угров, с юга мигрировали племена иранских народов. Но начиная со средних веков на эту территорию пришли уже оседлые племена тюрков, предков татар. Здесь уникальные вещи пьяноборской культуры. Это 4-5 век нашей эры. Вот это украшение, боевые, так сказать, ремни женские. По словам археологов, восточный район Татарстана это богатейший край, полный неразгаданных тайн и загадок, где на одной территории раскопали и копью пугачевского времени, и меч Акинаки скифского периода. А это как минимум 5 век до нашей эры. Именно на востоке хранятся богатейшие памятники золотоордынского периода. А сама территория бассейна реки Ик – это место одновременного переплетения сразу трех великих татарских государств – Ногайской Орды, Сибирского и Казанского ханства. К сожалению, татары, создав много государств, не смогли его удержать и потеряли свои государства. Вот это наша личная трагедия, потому что мы были не в дружбе. Государств было много, культура. Поэтому татарский народ никогда не исчезнет из-за того, что у нас есть идея государственности. Вот она здесь сидит всегда. Первые археологические исследования на востоке Татарстана были проведены еще в 50-е годы прошлого столетия. В советские годы были организованы еще несколько экспедиций. Самая большая исследовательская работа была проведена уже в наше время сравнительно недавно. Начиная с 2012 года археологические раскопки велись сразу в нескольких восточных районах Татарстана. Результат этой работы теперь является мощной, доказательной и научной базой. Правда, по словам краеведов, история во все времена и остается наукой политизированной. И зачастую происходят искажения даже самых, казалось бы, объективных фактов. Вот, к примеру, Уфимский уезд. Одна из самых больших и значимых для татарского народа областей, входивших в 18 веке в состав Казанской губернии. Это территория от востока современного Татарстана, а также западных регионов Башкортостана, Оренбургской и Самарской областей. Именно сюда, после падения Казанского ханства, начал массово мигрировать татарский народ. На новые земли переселялись целыми деревнями, целыми семьями. Сословную группу татар, бежавших от насильственного крещения, называли типтери. Типтери всегда считались переселенцами именно татарского происхождения. Но теперь размытость и разночтение в давно и, что немаловажно, исторически устоявшихся понятиях, приводят к заведомо ложному восприятию не только истории, но и действительности. Здесь проживали типтери. Но типтери, получается, очень многие историки еще в 18 веке признавали, что это бежавшие татары. И, соответственно, даже интересен тот факт, что они являются собственником земли здесь. Обычно считается, что собственники земли это башкинские вочники, но на самом деле по архивным документам доказали, что это типтери, что они здесь владели землей, распоряжались здесь. Многие люди прекрасно это знают, а интерпретируют обратно. А почему? Почему это происходит? Ну, это политическая ангажированность, соответственно, то есть попытка подогнать определенные факты под определенную концепцию, и, естественно, которую, как бы, ну, а не объективную. Не, соответственно, действительность. Да, да. Но, по словам краеведов, где бы ни проживали татары, есть главные факторы, которые определяют их национальную идентичность. Татарские деревни, где бы они ни находились, очень сложно поддаются ассимиляции. Это очень важная черта характера татарского народа, видимо, связанная еще с генетической памятью. У них крепкая связь с прошлым и со своими традициями. Потому на каких берегах реки Ик они бы не жили, они смогли сохранить свой язык. А это, как известно, один из главных факторов общеэтнической идентичности. Это же не зря называется «Татар-Иле». Проявляет человек носителем того или иного этноса, прежде всего, через язык. Куда деваться? Язык, он первый признан. Ну, конечно, можно, когда они... Вот что противопоставлять, мы почему напираем на язык? Ну, потому что, ну, язык-то татарский. Куда? Ты хоть назови его Морильцем или еще вашим, или хоть кем, но он же говорит на татарском языке. Ильзира Юзаева и Андрей Ключников. Семь дней. Накануне в селе Русское Никольское Лаишевского района прошел любимый всеми татарстанцами традиционный праздник русского фольклора – каравон. В этом году ждали его как никогда. Год назад праздник проходил в онлайн-формате по причине эпидемии. Это был единственный перерыв еще с 90-х годов. Хотя, как известно, еще больший перерыв был во времена СССР. Тогда, по идеологическим соображениям, в 50-х годах праздник отменили. И вернулся он к нам лишь в 90-х. И вот теперь, что не год, то новости. В этом году праздник опять необычный. Он проходит теперь и в онлайн, и в оффлайн-формате. То есть есть выбор – можно либо отправиться в Русское Никольское, чтобы увидеть все собственными глазами, либо наблюдать за праздником из любой точки мира, да хоть на экране своего телефона. Наш корреспондент Михаил Любимов выбрал, конечно, первый вариант. Ну что, добро пожаловать в деревню Русское Никольское. Конечно, в такие дни, как этот, деревню эту не хочется называть деревней, уж больно она становится похожа на город. Сегодня здесь население увеличилось, наверное, в сотни раз. И сегодня здесь, наверное, все атрибуты города – творческие коллективы. Пожалуйста. Кафе и рестораны. Пожалуйста. Ну и вообще разные всякие творческие люди, которые хотят удивить всех своим интересным мастерством. Сегодня мы не сможем посмотреть на каждого из них. Ну вот, сами видите, сколько здесь сегодня людей. Но попробуем. Праздник, напомню, долгожданный. Два года его не было вот в таком формате. Ой, едут ко мне, ой, едут ко мне, ой, едут ко мне на ранние гости. Ой, будут они, ой, будут они, ой, будут они. У вас, мне кажется, сегодня самая популярная будет точка. Наверное. Да, я смотрю уже, вот, смотри. Тут еле-еле мы прошли к вам сюда. Здесь очень сложно протиснуться даже к вам. Киротар большой. Как вам караун? Я первый раз. Да? Честное слово. Тогда мы вас не будем трогать. Вы, наверное, в культурном шоке. Да, мне очень нравится. Вот эта штука оберегает, да? Это оберегает от глазу, полетает сон, полетает с негативной. А вы здесь, чтобы это все продать? Ой, здесь больше для души. Да? Каждый год? Каждый год. Перееду, перееду, море, перееду. Набережная Шумова. Вот так вот ездите? Каждый год? Да. Очень нравится. Поторговать или что-то еще? Послушать фольклор. Вот. Насладиться песнями. И вообще, столько костюмов, такие красивые коллективы ходят. Прям загляденье. Каждый год удивляетесь? Каждый год. А все говорят, вот одно и то уже каждый год. Да ничего подобного. Каждый год все разное, все равно. В Николаевке живем, сушки, пряники жуем, мы часок много знаем и для вас это споем. Я правильно понял, что вы из Мензелинского района? Да. Николаевка-село. На высоком месте. Это ваше село, да? Какой раз уже здесь, в Никольске? У-у-у, мы ежегодно участвуем. Я до десятых. Нам 300 тысяч, кстати. Вот эти, да. В 2019 году нам вручили 300 тысяч на костюмы. Вот они. Ну что, допелись все-таки, да? Допелись. А я думал, это хобби. Нет. Это народный фольклорный ансамбль «Людьмина». Вот интересно, да, кому-нибудь расскажете, мне захотелось посмотреть на русскую культуру, и я поехал в Татарстан. Да, да, почему бы и нет. У нас страна многоциональная. Вот у нас в Кельде тоже самое. Мар-2 русские татары. Какая разница? Здесь тоже самое, здесь та же культура. С каждым годом мы видим, как наш караун расширяется. Вот 168 коллективов. 20 регионов представлены сегодня на этой площадке. Это традиция, это культура. И нам очень важно, очень бережно надо относиться к нашей истории, к нашим традициям. Я искренне хочу поблагодарить организаторов этого праздника. Я хочу поздравить жителей села Никольское. А на нашей площадке Фома и Рома испытают вашу силу. Да, смелость богатырскую. Шашлычок под коньячок, вкусно очень. Обслуживает Казань. Пожалуйста, клиенты довольны, мы счастливы. Зрителю для того, чтобы показать, что такое праздник, надо показать, конечно, вот это в первую очередь. Да, вот тогда начинают возбуждаться те самые рецепторы, которые отвечают за чувство вот этого торжества. Вот оно у вас. Без вас никак. Рада стараться. Чувствуем музыку. Мы ее передаем другим. Это же, а когда ты поешь, ты же ощущаешь вот эту вот мелодию, поем именно душой. Вы знаете, как у каждой спортивной команды, у ансамбля «Каравон» есть разные возрастные команды. Например, команда «Каравон», скажем, 90-го года рождения, команда «Каравон» 30-го года рождения. Вы, ну не будем говорить, какого года, но вы одно из самых молодежных ответвлений ансамбля «Каравон». Вы сегодня выступаете? Да, мы выступали вот на сцене, пели песни. Столько людей, это очень радует. Заряжаешься энергией, вот это вот тепло от них, то, что они приезжают, смотрят нас, то, что они поддерживают нас в нашей деятельности, в сохранении нашего культурного наследия. «Никола Чудотворец нам во всем помогает. Вот видите, сегодня нам удовольствием поставил». «Удивительно, сегодня во всей отроге вокруг уйдет дождь». «У нас пожалел опять». «А мы здесь с вами поднимаются. Очень хорошо». «Мы под его крылышком, наверное». «Как вас любят, да?» «Да». «Мироздание. Оно вас сохранит, я уверен». «Спасибо». «Спасибо вам большое, что вы есть, что вы есть». «Спасибо вам огромное». «Невчата веселые, певучие, девкнук, 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 некуда девать, посажу их на телегу и поеду продавать». «Конечно, мы с вами все так устали от этих запретов, от этих ограничений, что нам хочется, чтобы этот праздник всегда был с нами. И вы знаете, если бы я мог загадать желание сегодня возле этой золотой рыбки, я бы так и загадал, чтобы это всегда все длилось вечно. Но мне кажется, это случится и без моего участия. Мы с вами не вечны, а каравон вечен». Михаил Любимов и Роман Безменов. «Семь дней». На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. «Боргазгада» и «Изгэта ляклер». Встретимся через неделю. До свидания. В студии София Егорова. Здравствуйте. Завершающая неделя мая обещает быть вполне комфортной и без значительного повышения температуры. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на северо-востоке Татарстана, в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге, небо расчистится от облаков. Будет солнечно. Плюс 25-26 градусов. Однако во вторник возможен дождь. На юго-востоке Татарстана. Бугульмия, Баблаха и Азнакаева. Понедельник будет ясным и теплым. Плюс 28. Во вторник небо заволокут облака. Но со среды снова солнечно и умеренно тепло. В центральном районе республики в начале недели ожидается переменная облачность. Возможны осадки. Со среды станет теплее до плюс 27. На юго-западе республики. Начало недели солнечное. Плюс 24. Вторник пасмурный и дождливый. Плюс 19. В четверг погода улучшится. Выглянет солнце. Днем до плюс 27. На северо-западе республики. А также в Казани. Почти всю неделю жителей ждет ясное небо. Плюс 21-25 градусов. Только вторник будет дождливым. Более подробный прогноз погоды смотрите ежедневно на ТНВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова